Добро пожаловать в будущее, братишка! Пока кто-то блокирует телеграм и освещает ракеты, другие юзают биткоины и смотрят порно в виртуальной реальности. Есть и третий тип людей, которые понимают, что мир стремительно прогрессирует, блокчейн, VR и электронная коммерция меняют его прямо сейчас. Команда сайта Start.com знает, как все это работает и отслеживает лучшие проекты будущего. Получает полутора процентов в день до 55 процентов в месяц. Открывай депозит на сутки, неделю, две или 28 дней и получай свой доход за счет технологии, инвестируя хоть 100 рублей, хоть миллион. Переходи по ссылке в описании на сайт Start.com и прикоснись к технологиям будущего вместе с нами. Дорого, Макс. Привет. Сразу в ВТЛ-50 отправляют заявку. Хотя бы настоящий ли человек? Ага, более-то не настоящий человек. Я в городе Воронеж. Привет, Джамиля. Йоу, Сева. Сегодня мы будем... У меня какие-то были заготовленные темы. У меня была такая для вас тема. Вы для себя понимаете, какие механизмы стоят за таким распространенным в баттл среди явлений, как выбывание фаворитов? Я помню еще, когда смотрел онлайн-баттлы... Воронеж топ, конечно! Когда смотрел онлайн-баттлы, меня удивляло, часто и расстраивало, когда ближе к финалу тот или иной плеер, привет, Лера, который весь сезон радовал. Он делал довольно блекло. Так было с Димой Коробом, когда он против Локдога выложил довольно слабый трек на 13-м независимом. Так было с Витей Классиком, за которого я отчаянно болел весь Инда Баттл, второй, по-моему. Да. И в конце он выпускает какой-то тоже очень вялый трек на Джонни Боя, хотя полуфинал был пушечный против Тайнира. Насчет Вайбхантера... Ну, для меня не был Вайбхантер фаворитом, там, при всем уважении. На Лиге Гнойного я не был. Я в Воронеже уже несколько дней. Поэтому не знаю, что там за поступок, Слава. Вот. Да, ну, понятно, что выгорание. Просто все же, по идее, выгорают. Но, видимо, да, те, кто находится в фаворитах, на них большой груз ответственности. И есть еще такая вещь, как требование к себе, и ты понимаешь, что ты должен делать с каждым разом лучше, и сложно не исписаться. Поэтому Рикев падал в этот капкан. Ваш покорный слуга падал в этот капкан. Мне интересно, что будет, я вот сегодня рассуждал с 34-м сезоном Фрэш Блада. Получится ли там это? Все, в общем-то, так или иначе полагают, я думаю, в основном, что пеем возьмем. Здорово, Соля. Нафиг знает. Так, сегодня что-нибудь будем зачитывать. Whether or not. Поэтому имейте в виду. Вот. Но, вот я тоже думаю, а кто в третьем сезоне был фаворит? И кто сдулся? Ну, вряд ли, наверное, тоже ТРФ сначала был фаворит. Может быть, мне так казалось. Мне казалось все-таки, что изначально был Хэллоуин фаворит, похоронил. И в какой-то момент я подумал, что сын проститутки разъебет. Но, вот, сын проститутки прям вообще ярко вспыхнул буквально пару раз. Насчет пиков все будет. Да, я был сегодня в рюкзаке с наручниками, прикованными к мозгу. Не могу ничего делать. Сердце. Уфа, столица РНБ. Неплохо. Неплохо. Неплохое начало. Биробиджан. Столица. Дети Сауса. Такого стиля. Приезжай в Барнаул, пожалуйста. Я сегодня весь день вижу слово Барнаул. Там суд напомнил от барышней за репосты. Еще что-то. Держитесь, Барнаулицы. Сочетаем лирический рэ. Не знаю, как у вас будет вообще сабвуфер. Не будет ли он у вас древо, но я с этой колончику беру сюда. Не горячий сердце, еблан. Она ведь не подходит нам. И на их гаммы у мадам. Не-не-не, среди голограмм. Она рьется, будто среди джеков благородный полугар. Хоть я и выбирал наугад. Эй, сердце. Одна любовь живет три года. Но доживает по двум разным углам. С кем быть, с кем быть не избит. С кем будь не резьба. Исправна и весна. Не отравлено весьма. Ощущением, что не стали вдруг летнее, чем все рецепты. А что... Слышно, короче, минусы или нет? Э? Иркутск, плюс, я понимаю. Мне что, сделать потише, погромче, минусы. С кем быть, с кем быть не избит. С кем будь не резьба. Исправна и весна. Не отравлено весьма. Ощущением, что не стали вдруг летнее, чем береста. Перед тем охота, чтобы непременно заблистал. И летали над панчлайнами уста. Шершеля вайп. Любовь это фристайл. Во весь объем легкий. Всеми стенками сердца без предварительной шпаклевки. Сердце пляшет, как тибетское письмо. Замирай, как выше точки подачи на весной. Знаешь, хер с ней с весной. Прощай, я снова возвращаюсь домой. Сердце пляшет, как тибетское письмо. Замирай, как выше точки подачи на весной. Знаешь, хер с ней с весной. Прощай, я снова возвращаюсь домой. Снова рост в опциях дум, Подумывая о воздух, что ринется в турбонадув. Идально дорвав, дорует в другое дыру Мудро разруленных дней череду. Воздух полу намеков и аллегорий, Сколько рук от изина дышал тобою, Но сдаются мне ответы где-то за текстом, Телевизионный синевой во мраке детства. Выстук нахмели новогодними шарами, Мы в то время представляли слабо тщеславие ралли, Февраль, достать чернила чьего ради, Чтобы как радиосигналы она все словила непохорной пряди, Чтоб наконец не глядя, любить да во весь ангар легких, С всеми ярусами мозга от портера до галерки. You know this shit is a little bit awkward, but Сердце пляшет, как тибетское письмо, Замирая, как в высшей точке подачи навесной, Знаешь, хер с ней с весной, Прощай, я снова возвращаюсь домой, Сердце пляшет, как тибетское письмо, Замирая, как в высшей точке подачи навесной, Знаешь, хер с ней с весной, Прощай, я снова возвращаюсь домой. А, это на другой дорожке там не вывелось, Там еще, вот, да, был глич. А, спасибо, нет, это не реклама JBL, Хотя колонки нормальные. Мы, кстати, ну, JBL подарили эту на... Назвать на битах. Ну, че, пацаны, ну, вот, в общем, там, как бы, это уже записано, Но я, блядь, записывал на макбуковский микрофон, Потому что я хотел провести эксперимент. Смогу ли я, вот так вот записав на макбук, Че-то такое сырое сделать. Я записал, получилось прикольно, И она уже, в принципе, сведенная, Но что-то теперь хочется ее в нормальном звуке записать. И я не знаю, че, я вот кинул там в чат Телеграма, Сколько стоит стрим? 12 рублей. И вот не знаю, че делать. Может быть, и так сырое выпустить. Потому что, тем более, что минус группы Odyssey, Точнее, чувака с ним, имам Odyssey, Это западный такой джаз-хоппер. Вот, и как бы в минус в свободном доступе, Но все равно это не совсем авторская песня. Могу с вами поговорить про клик Локемина. Вообще это интересно, потому что Телеграма-то до сих пор нет. Вот, и я поначалу казалось, что по-любому будет. Че вы думаете? Я видел несколько аналитических рассуждений на эту тему, Почему нет Телеграма? И че вообще думаете про клик Бес? Потому что, в принципе, а у меня не зависла трансляция вообще. Почему у меня нету новых сообщений? Я что, вам стал неинтересен? Короче, блять. Сука, если я спустую, сейчас буду пиздить. Отзовитесь, вы тут? Я не вижу сообщений. До скольки стрим написано? До сколько стрим? Ебаный насос. Почему? Почему я не вижу чат? Вай-фай есть. А, я не прокрутил чат. Идиот, что ли? Господи. Слава Ланин, я за скринью будет выебываться. Слава Ланин! Что тебе сделать? Слава Ланин! Ты из Алании. Все, все нормально. У меня все нормально, блять. Вот. Про клип Локи Мина. Безусловно. Локи Мин потрясающий актер. Вообще. Ой. Не, ничего не лагает. Вот. Давай сейчас спросим у подключающихся в эфир. У Табаско Биполар. Это, видимо, фанаты Ксимирона. А, вот. А что ты отклоняешься, если ты кидаешь? Мэн. Не, уже ничего не лагает, я думаю. Все нормально. Слава Ланин! Да, да. Слава Ланин, привет тебе. Ты мой лучший друг. Все знали. Слава Ланин. Ближе нет человека. Я свой матч продал, чтобы с ним общаться. Все, достаточно? По совету сериал. Знаешь что? Ты приготовила все на сегодня, что должна была? Сначала приготовь. Потом уже будешь. Сначала надо досмотреть замедленную версию сериала «Служанка». Блин, не согласен. Локемин интересный чувак. Немножко, мне кажется, можно найти компромисс между его желанием сводить все грязно. По, так скажем, по какому-то вот... Пост-хардкору даже, наверное, что-то такое. Ах ты сука, блядь, я сейчас забаню, блядь. Пидор ебаный, блядь. Да, блядь, я не замечу. Вот, короче, компромисс между понятным звучанием и вот такой грязью. Потому что вроде бы интересно, там, грязь, кач, может даже кто-то любит послэмиться, но мне... Я не слышу слов, мне тяжело. К тому же у него синтаксис очень обрывочный такой, он нестандартный у него. Он прям отдельными фразочками какими-то ассоциативными набрасывает. И хочется вроде их осознать, понять, схватить контекст, а ты в итоге вот ловишь только, в принципе, очень простой контекст. Либо если это вот как дауном быть, просто... Вот такой, блядь, уууу. Либо там какой-нибудь другой трек. А хочется конкретнее ловить настроение. Поэтому вот я жду чего-то, какого-то компромисса, что ли, по звуку. Не знаю. В то же время, может быть, это изюминка. Может, надо при этом тихо узнать. Но клип из даты, а почему он не выстрелил? Потому что все-таки это, как бы, не самый популярный фильм. Многие вообще не знали до этого клипа существования этой работы братьев Коэнов. Вот. Да, как личность он, безусловно, интересный. И поэтому не все поняли, что пародируется. Плюс, как бы, вот, твиттерский контекст. Я, несмотря на то, что в твиттере сижу немало, не до конца там понял и вдумался насчет феминисток, не феминисток, в чем там был подтекст. Поэтому при всей красочности вот какой-то акцентированности не хватило. Вот что-то такое. Да, привет, Германию. Да, как тебе, Лукимин? Только что я тебе рассказывал про Лукимина. Вот, что у меня еще в заготовочках написано, о чем с вами поговорить. Ну, я хотел историю рассказать. Я сейчас что-то смотрел на сотку грязную, лежащую на моем столе. Бежала сотка, я вспомнил историю, как я однажды, когда я еще побухивал в году 2013, как-то очень сильно напился, и мне с утра было очень плохо. Мне с утра было очень плохо, мне очень хотелось есть, и, естественно, не очень хотелось пить. Но я не мог встать. Мы тогда уже снимали двушку с Логиновым, с Логонавтом, и я как бы сказал ему, Саша, принеси мне, пожалуйста, хлебокусок. А он уже уходил куда-то, и он, значит, принес мне хлеба кусок, и когда я встал, чтобы его взять кое-как, я увидел, что хлеб лежит на соточке. А он мне еще уходя сказал, вот я тебе там сотку отдал. Я подумал, какая сотка, похуй, я подхожу, и лежит просто хлеб аккуратненько, лежит на грязной поганой соточке, потому что Саша решил вот так вот, что, так скажем, все аккуратненько положу. Просто небольшая история. Карамель сливок. А что такое карамель сливок? Карамель сливок. Глупо сливки? Я в Воронеже на время. Логонавт, отлично. Логонавт скоро вас удивит необычным контентом. Да, думаю, хороший сезон. Блин, я, по-моему, снова съел хлеб. А, вот еще что, за счет озвучивания рассказов. Вы слушали, если вы слушали рассказ Сорокина «Лошадиный суп», озвученный мной. Интересно ли вам что-то еще услышать. Мне кидали в Инстаграм варианты, и лучше кидайте, в смысле, в личку. Лучше кидайте в личку, если что-то в голову придет. Мне понравился вариант пока... Какой-то я себе отметил. Маркес. Мне просто даже интересно Маркеса рассказ прочесть, потому что «Сто лет одиночества», на мой взгляд, это такая, ну, дятина. То есть, видимо, там все строится на том, что ты видишь цикличность времени и начинаешь осознавать вот это вот... То, что все время во всем цикличности повторяющиеся паттерны. Может быть. Но я не знаю. Меня ничем в это путешествие не увлекает Маркес. Я не вижу ни стилистических каких-то изысков, ни героев, с которыми хочется шагать нога в ногу. Ну, вообще, просто вообще неинтересно. Может, рассказ у Маркеса интересный. Но мне мало, который Цедл написал то же самое. Так, а я проматываю рассказы, да? О, блядь, опять чат не проматывал. Читал дневник Анны Франк. Нет. Я когда гулял по Амстердаму, мне пришло в голову, что Анна Франк – это наеб. Я подумал, Слава Алланин, ты откуда вообще? Мамбу для школьников или пушка? А, еще про монеточку спросили. Надо про монеточку сказать. Это М-кодер. Да, может, у Елизарова. Я читал у него ногти. Но ногти великоваты. Я еще хочу небольшой рассказ. Пишут про превращение кафки. Это, конечно, попса, но, наверное, хороший был бы маркетинговый ход. Такие, кто искал кафки, такие, ой, что за малый. Ну, грантовый браслет. Но вот пока у меня есть такая мысль. Но тоже, как же величиво. Как и описание еды, эти вздохи сестер при встрече. Я уже думаю, может, в кратком изложении читать. Но это совсем неуважительно кафтур. Это уже что-то совсем такое. Какую последнюю книгу прочитал? Я не стал дочитывать Елизаровского библиотекаря. Мне еще сначала зацепила сама концепция, сама идея. И потом мне наскучили эти батальные сцены. Я не любитель такого вот боевого фэнтези. А туда все куда-то туда скатывается. Надо сказать, что, конечно, фантазии Елизарова не занимать. Я не знаю, где он все это видел. Но детальное описание вытекающих мозгов, судорог. Там прям в романе «Библиотекарь». Позор Иркутск, Слава. Короче, надо вызвать кого-то на эфир, чтобы он мне рассказал. Да, про монеточку я запишу себе. Чтобы он мне рассказал, что там Слава сказал. А, ну и Чехов хороший вариант, да. «О любви» запишу. Прекрасно рассказать. Я, да, блин, «Библиотекарь» мне товарищ досказал просто, чем все закончилось. Я такой, окей, понятно. Ну, правда, утомило. Потому что начало меня восхитило. Кто не знает, завязка романа «Библиотекарь» Елизарова. Очень интересная. Я кидал, по-моему, в Телеграм-канал кусочек. В какой-то момент оказывается, что книги второсортного бездикого советского писателя, который умер в 80-м году, где-то году в 85-м, Чубак случайно выясняет, находясь в определенном там замкнутом пространстве, во время экспедиции, заваренной снегом, от нечего делать, читает эту скучную советскую билетристику и, прочитав ее от корки до корки, он понимает, что он впал в состояние какого-то боевого транса. Это сложно с чем-то сравнить. Вот, если вы видели когда-нибудь экранизированные вот эти вот кокаиновые или героиновые высоты самоуверенности героев, как, например, в Молнице Ниггербокер, у доктора Теккери, то вот это что-то такое. Он впал примерно в такое состояние, только еще у него появилась дикая сила, и он там просто в ярости накинулся на человека, который был гораздо сильнее него, и кое-что сделал. Дальше не спойлерю. Вот, крутая завязка. И вот, в общем-то, на этих книгах все построено. Ну, о том, что-то как-то я не лябляю. Про монеточку. Очень перспективно. Я не могу подряд много слушать, меня вот немножко заебывает тембр. Но вот так вот одну песню как-то выхватить в потоке интересно. Я не весь альбом слушал, и я предпочитаю так, по одной песне, чтобы выпадало на меня. У меня просто друзья мои очень нравятся, они мне недавно поставили 90-е. Я с удовольствием прослушал. Мне понравилось, в принципе, как она ведет настроение по песне. У нее есть талант именно приберечь к концу песни какой-то слом. Вот. В нашу эпоху сериалов, где все гоняются за сюжетными сломами. Это очень важно. Вот. Я не был, кстати, на полуфинале РБЛ, я был уже не в городе, но там, говорят, тоже интересные сюжетные ходы. Будем ждать. Блядь. Секс в большом городе. Да, да, да. Посмотрю. Я, кстати, смотрел в какой-то момент «Секс в большом городе», когда был еще мелким, потому что я подходил к телеку в 22.15, уже готовиться ждать в 22.30, был «Осторожно, Модерн 2» с Нагиевым. Я просто обожал это шоу. Ну, действительно, неплохое. Вот. Да, в принципе, когда не было интернета, как можно было развлекаться? Ты хоть что-то искал яркое, харитматичное вообще среди мусора телевизионного. И, конечно, это было очень смело. Петербургские вот эти чуваки, которые самопально делали этот сериал. Улица красивых молдавских партизанов. Ты мне Пелевина подсказываешь? А, Александр Пелевин. Здесь живут. Да, про Александра Пелевина я давно слышу. Видел его в Твиттере. Мне кажется, что может быть что-то дельное там есть. Демро русская. Слава Аланин. Я уже жалею, что передал тебе привет. Не мог бы ты перечислить хотя бы деньги какие-то? Шека Лондона. Я читал Мартина Ида на курсе на первом. Ну, мне понравилось, как он такой заходит уже на роскоши к этой бабе. Такой, ну чё, ебать. Теперь ты с вами будешь общаться нормально. Это, конечно, на первом курсе, когда у меня само было полно таких мечтаний, это было круто. Сейчас что-то уже не тянет. Так, выебываться. Последовав фильм типа трех билбордов. Девять жизней. Там тоже цифры. На самом деле, три билборда хорош фильм. Если серьезно, ну, например, как же я про него экранный патруль снимал. Напомните же это название. Кого ты в Москве ебал? Да-да, будет, будет обзор. Драйзер, не знаю, я не читал. Мне кажется, что стилистически все это скучно. Каким может быть еще роман под названием «Финансист»? Я больше не чувствую себя в этом мире как дома. По-моему, как так называется фильм. Кто спрашивал под три билборда, посмотрите. Netflix'овская продакшн. Проще найти через фильмографию Элайджа Вуда. Я думаю, что вы еще помните, кто такой Элайджа Вуд. По поводу американского олдскул рэпа. Да, я как раз очень много сейчас слушаю чего-нибудь такого старенького. Не обязательно Вест Коуст. Я вообще олдскул, понятие растяжимое. Потому что в какой-то момент я понял, что меня так раздражает вот этот вот ньюскул весь сиропный. Вот эти вот... Просто вообще мамбл рэп и Ижа с ними. Там бывают крутые вещи, но просто, блин, в основном я не выношу это все. Я понял, что я же совершенно другой хип-хоп полюбил. Может, я по-старперски звучу, когда так жалуюсь, но не знаю. К тому же... Ну, например, Дрейк. Вот Дрейка я очень люблю. И вот он... Даже когда он делает, например, Моп Тайз у него с нового альбома песни, где он как бы делает вот такой вот мамбл... бамбл рэпчик, получается, все интересно. Интересно, талантливо. Потому что есть и вокал интересный, и тембр интересный. Рассказы называют так или иначе прям крутые панчи. Body bags in exchange for... Луи Бэкс in exchange for body bags. Интересно. Сумки Луи Виттон в обмен на мешки для трупов. Так. Ты читал империю Джейзи? Нет. Мне не 15 лет, чтобы читать книги про рэперов. Хотя, может быть, почитал бы. Не, ну, блин, я не говорю, что весь современный... Да что, огромное количество современного хэнного рэпа. Просто вот есть, на Fast Food Music особенно, там бывает крутую музыку, можно найти в этом паблике. Но там вот просто конверсия у этого... Все эти Лил Ксаны и прочие чуваки просто однотипные. Я не могу вообще заставить себя слушать. Поэтому я углубился в старенький хип-хоп и вот буквально полгода назад открыл для себя MosDev и теперь вслушиваюсь в MosDev. Всем рекомендую MosDev. Охуенный рэп. Вот очень с такими постоянными тоже отсылками и реверансами в сторону джаза, так скажем, фанка. В этом плане Ламар, я думаю, у него подхватывал немало. Вот. Что еще из старенького? Не знаю, вот я пытался Big Daddy Kane слушать, но что-то это как-то пустовато. Я люблю Тупака МД переслушивать. Я сегодня прямо с утра настраивался на день благодаря Тупаку и песни Better Days. Ну, если ты за гейм называешь old school, мэн, то ты не знаешь old school. С гейм я помню documentary охуенные песни с первого альбома. I'm not ready to die without a reason of death. Smoke chronic. Hit the doggy style before I go up. Блять, Слава, ты нахуй что хочешь-то вообще? Скарлорги и другом трепкоре. Я не слышал, это звучит как то, что я не собираюсь слушать. Блин, California Love мне не гонялась. Такая нудная песня. Обломаю, что он известен благодаря этой песне, потому что, по-моему, она хуёвая. Есть гораздо более харизматичные и яркие у него вещи. Там, вот, Better Days, Saturday Nightmare from a Review, Doom for Love, Are You Still Down, Hell for Hustler, которые спиздили игру по многоточию. Что будет дальше с нами. Скажи мне, брат, а! Скажи мне, брат! Такнайна, да, такнайна. У меня был прям период, когда я загонялся по такнайну, что-то потом меня заебало. Я сейчас люблю медленную читку, как у Джон Уэйна. Я зачитаю ещё одну штуку. Я в ней не уверен, но зачитаю её. На Bitmore's Metica, который сделал мне биток для... для дрона, для трона. Ну, может быть, немножко есть. Окей, 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 окей! И, и, и... В Дехнабе не дрессирует мой мозг, целится в Деликапенс. В Дехнабе не дрессирует мой почерк, целится в Мерс-класс, и... Вдохновение дрессирует мой мозг, целится в Деликапенс. Вдохновение дрессирует мой почерк, целится в Мерс-класс. С волками по-волчьи под этот трек, как на неветок и белокаменный топчет. Вайк выше Сталина к точке. Как говорил он мой дед, это правильный хопчик. В рэп теперь приходит зарабатывать. Тренды делят мемо-генераторы, пища чики и калькуляторы, дыры в вокабуляре, запнуты хайповыми тряпками. Я вышел шагом семимильным из чрева, потому в ответе за высоту фамильного древа. И я не хочу звучать корни, но меня отвязывают корни. И я верчу ботом, не передавая мам приемники, непонятные, покрытые бархатом, пыли, реле. Манительность и грузка, и чтобы кэш-то рулить, всеми рамы был не на нуле. Вдохновение дрессирует мой мозг, целится в деликатес. Вдохновение дрессирует мой почерк, целится в мерзкласс. Сы-ы-ы-с-ки С волками по-волчьи Под этот трек, как на неветок и в белокаменный топч. Вайп выше Сталинок точно, как говорил мой дед, это правильный хопчки. Кто говорит сквозь нас, господь или тупак, но небо-скорлупка не дается рукам. Черновик парус, не на всякого цоя найдется и карус. Искусство пауз, Как умру сечек на боку в кампус, Как умру поеду поиграть Сбродский в Нарды Ленинграды. А, я забыл, конечно. Что это вместе, блядь? А, спасибо. Спасибо. Вопросы о тупаке. Кто говорит сквозь нас, господь или тупак. Йоу. Йоу, да, спасибо. Спасибо. Напоминаю, кстати, кто с Воронежа, если вы не знаете, 10 августа приходите на творческий вечер с стихией стендап. Может, там что-нибудь и зачитаем по рыбчику. Барни Гилист. И спасибо, спасибо. Что я вам еще сказать? Собственно, какие у нас резонансные события были в последнее время? Да, спасибо, Олег. Блин, я кому-то обещал прослушать то, что он мне прислал. Мэн, а если это ты, я прослушаю. С квартирной, которую я прослушал, все будет. Белгород. Да, да. А, Рвать на битах. Я посмотрел Рвать на битах. Вот, очень круто вообще. Очень круто. Немножко мало выхватываешь каких-то, наверное, законченных строк, но если говорить конкретно про противостояние МНРХ против не считая собаки. Но, понимаешь, вот при этом, да, технично все очень круто. И прям очень радует. И я не понял, менялся ли клубец, был ли это другой клуб, кто был или знает, напишите, тот ли это на Балтийской зал ожидания или что-то другое. Потому что как-то либо изменили просто положение, а теперь видно, что людей вообще прислонили к сцене. И я уверен, что это просто, это гораздо охуеннее. Там наверняка просто супер атмосфера. Вот, поэтому я что-то пожалел, что я проморгал этот ивент. На 140 BPM тоже не пришлось, не получилось пойти, потому что были съемки как раз субботного воскресенья, и я уже, че-то, не спал. Да, Юлия, 10 августа, ты знаешь, Барни Гиллис, смотри в паблике. А то знаешь, расскажи про твоего знакомого, битмаря, который абстрагировался от российской музыки. А, да, Дэнни Цукерман. Ну, да, очень хороший чувак. Он даже что-то писал The Little Bigger, я не знаю, сейчас кому. Он писал Томми Кэшу очень много, потрясающий музыкант. Сам причем что-то записывал, но я так и не слышал. Он в какой-то момент заблокировал себе в интернете вообще всю российскую информацию. Видимо, он как-то ВКонтакте почистил новостную ленту настолько, что там остались только англоязычные паблики ВКонтакте, которых вообще по пальцам можно, наверное, пересчитать. Ушел в Фейсбук, где тоже, видимо, создал себе англоязычный сегмент. И вот так. И поэтому как-то мы с ним шли, разговаривали, я сказал ему какую-то простейшую тему, что ты себе там, ну, чуть ли там не болотная площадь, какой-то такой тег. И он такой, что это? Я такой, ты вообще выполнил? Он говорит, ну да, вот я себе так сделал. Интересный опыт. Но мне этого не хочется, хотя я вообще не слежу особо ни за какими новостями. В этом плане Твиттер мне очень нравится. Я в Твиттере подписан на разнокалиберных авторов и можно через разную призму увидеть все популярное, что происходит. И что-то произошло через Твиттер. Твиттер об этом не смолчит, это точно. Поэтому вот я на Рома Бордунова подписан. Можно, пожалуйста, так Рома Бордунова сделать? Отлично, моя просьба. Может, вы не знаете, кто это? Рома Бордунов, да. А Рома Бордунов, он все через призму каких-то популярных мемов, все события этой бушку. Все события не сильно важны, как, например, это сиська в Эрмитаже, то он и не будет прописать, он сам говорит, чё за... Я даже не стал вглубляться. Какие-нибудь там ещё чуть более политические блогеры, чтобы чуть-чуть был в курсе. Но вообще, как полезешь в политику, чёрт голову сломит вообще. Эти на этих, те на тех, просто тут этот прилепен, то прилепен, всё, а этот, этот, ебать вообще. Да у меня на любом концерте есть элементы стендапа, поэтому, если ты не из Воронежа, то приходи просто на концерт, и там будет, поверь мне, в принципе, интересно. Даже если ты не любитель музла, я общаюсь с залом, и вроде получается прикольно. Кроме трек с Данид Сукерманом, он писал «Минус для Вельвет», который, кстати, мы довольно-таки нагло вдохновились треком Kanye West of Father Stretch My Hands. Никто почему-то не заметил этого. Вот. А, например, там то, что Макмиллеровский трек для Мизолита я адаптировал. Это заметили. Вот. Он делал это, и он делал сервизы слякоть. Минус. И, в принципе, сводил ту эпишку, которая называется «Здравствуйте, Базеда». Называется «Заслуженно задумчиво». Когда последний раз дрался? Это было в Мариинске. Я рассказывал когда-то эту историю где-то. Мариинске – это какой-то городочек там между Сибирью и Уралом маленький. Там подкатил пьяный малый. Мы были с Логиновым. Он начал такой что-то «Что, вы знаете, что в Мариинске и вообще половина блатных?» Меня эта фраза не удивила, а Саша Логинов, надо сказать, что он учил, он жил в центре Воронежа, учился, показывал, как будто он тут, блядь. Нет его тут. Нет, Сашки. Рядом. Он учился в гимназии Кольцова, как и я, это такая школа была, где было много мажоров, и слово «блатной» для него с детства означало как бы вот «при бабках, чувак», потому что у нас уже, понимаешь, в больших городах блатной уже давно, значит, при бабках и устроенные, а не просто сидевшие. А он, очевидно, малый в Мариинске имел в виду, что блатные сидевшие, и Саня такой «А, блатные в Мариинске!» А мы смотрим там просто вокзал там пирожковый, даже, наверное, пирожковый больше здания вокзала. И он такой, что там, ты чё, ты чё, ты гость ебаный, что-то вот слово за слово, потом он схватил меня за капюшон, я его немножко отпиздил. Но он был настолько пьяный, что он реально, он продолжал разговаривать, пока я его бил, он абсолютно не чувствовал боли, его повалил, уже сижу пизжа, а он продолжает, говорит, да стой, да стой! Может, я просто плохо его бил? Да стой, да стой! Я тебе скажу, я понимаю, что, блядь, сейчас ещё и поезд уйдёт. А у нас мы вышли с поезда к пирожковый, и после этого от нашего поезда нас отрезал товарный поезд. И мы под этими вагонами пролезли и пошли в наш вагон с дембелями, которые уже не казались такими агрессивными после вот этих событий адреналиновых. Избил начальник и моей мамы? Расскажи! Ещё лучше добавься в эфир, расскажи нам своими устами, что это... Вот это дело! Вспоминается бойцовский клуб. Привет, Челябинск! О, Лев! What? What? Лев, как творчество? Сведение улучшилось, вокал поверх стал. Может, вам девку найти на вокал? Я уже писал тебе это, нет? Кого выделишь из воронежских рейперов? Ну, я давно не слежу за тем, кого насилуют в Воронеже, поэтому не припомню. Ну, вот в Танаиске, Танаиске был неплохой. У меня... У меня друг попадал, вот. Он говорит, ну, неплох. Рейпует. Этот человек из-под вив... Из-под вивер... Господи, из-под вивер... Спросил на начале, как мне Оксимирон, а теперь, как мне ЛСП? Ну, я в этом вопросе, безусловно, I'm LSP-head. Я строго за ЛСП. В этом конфликте с Букин Машиной, я считаю, что Олег прав. Вот, вообще, Мирон не имел права так выставлять своих артистов. Я только буду перебираться. Пока не знаю, где с ним, там и буду. Фрэнк Ходма. Давай контекст. Чем Билла начальника, какой он комплекции, какой ты комплекции, как ты избил начальника. строго советую ЛСП-рэкордс. Вот, у меня в друзьях находи Волошин, Дмитрий или Дима. Пиши ему, хочу записаться, я от Эрнеста, он тебе все организует охуенно. Даже, может быть, скажешь, а, Эрнест сказал про скидку, может, он тебе и скидку даст. Вот. Хорошая студия, блики мы там записывали, да. Причем блики я записывал, мы записывали самостоятельно, я час включал аппаратуру, потому что там много всяких этих штук, и я такой сказал, да я все знаю, приехал, понимаешь, что я нихуя не знаю, но я делал компьютер со звуковухой себе подключить, такое дело, там это аппаратное, охуя, я звонил, снимал телеграм-сообщение, вот это сюда, саксофониста позвал, он тоже стоит, ждет, я просто, ну, я настроился туда, и мы записали блики. Там есть момент, кстати, в бликах, в какой-то момент звучит телефон, потому что у меня, по-моему, был в кармане телефон, и в наушниках отдается. Мы решили это оставить, like, you know, it's raw shit, you know. Да, блядь, это будет осенью все, это будут концерты, конечно. Кто вырубился? Как он сводит? Сводит, это лучше всего не к нему, а сведение тебе отдельно, то есть ты там запишись, а сведет тебе чувак, который мне сводил биодробовик, The Genius TPL. Вот, Тепляшин, найди у меня. Друзья, Тепляшин. Волошин, Тепляшин, вот так сказать. Тусуй с шинами, ха-ха, ха-ха, как будто я китаец или японец. Я, кстати, в детстве обожал шиноду. не, мне теплообмен всегда отвечает, у него просто немало работы, а если он тебе не отвечает, ты мне скажи, если тебе конкретно надо, я его стукну, что это он мне отвечает. Мэн, я не знаю, сколько что стоит, напиши просто, Волошин, запись, Тепляшин, сведение. Я любил, я в детстве мечтал, чтобы у меня голос был как у шиноды или как у шима из каст. Мне кажется, это отразилось отчасти, но в принципе на моей манере разговаривать, на манере записывать рэп. Потому что я помню, что в детстве я старался делать вот так голос, чтобы он был как у шима или как у шиноды. Тайси Плотникова поступила на звукорежиссуру. Куда ты поступила, расскажи. Мэн, я не знаю, по списку городов пока, мэн, пока информации нету. Куда поеду в Москву? Да я не знаю. Мне все пишут. Вот, давай квартирник в Москве, найдите мне уже нормальную хату в пределах кольца вашего ебаного. Ха! Я говорю про внутреннее кольцо, а не про внешнее кольцо. Но можно чуть-чуть от внутреннего в Дайнхан. Найдите мне там хату. Вы же люди московские, у вас есть хаты, и вы же не все, у меня же не совсем все бомжи, мои слушатели. Хотя иногда мне кажется, что все, как и я. Нам бы, может быть, свою валюту организовать какую-то. Вот, и... И что, когда розовый волос верну, girl, вообще, no, no. Бля, я просто хуею. Крыжкова. Значит, вот, хату, да, нормальную, не вымышленную, блядь, на Китай-городе, а нормальную хату, и которой мне не будет ничего стоить. Я тогда приду, и тогда уже, я туда приду, и уже туда поговорим. В Киеве найдет мне хату? А, так ты в Киеве начальника избила? Так кто же удивляется, что украинская женщина кого-то избила? Украина столица женщин. Кстати, я недавно узнал, что родители моего деда, то есть моего прадеда и прабабку, убили фашисты по доносу украинцев. И это все это никак не отразится на моем отношении к украинцам. Вот вам небольшой урок. Я не стану из-за этого не видеть. Вот, потому что дед ушел на войну, а он был еврей. Как вам? Самый короткий роман на премию Хемингуэя. Короче, он ушел на войну евреям, а следственные предки остались в Украине, они в Хмельницком районе жили. И они... Блять, сука. И... Че точно? Точно ли евреи дед? Да точно. Хмельницкий район. И... Он ушел на войну, а предки жили в подвале, потому что, ну, евреи всех нахуй выжигали. Тогда уже Германия стояла на Западной Украине плотненько. Нас просто... Если украинцы слушают, у нас в России слабо с этим. То есть, я не помню в истории особого акцентирования внимания на том, что вот украинцы там и немцы нам вообще про это не рассказывают. Если что. Поэтому я знаю только все это выскаженные пропагандистской российской хуйни. Ну вот теперь узнал, что по-настоящему такое было, что, получается, жили в подвале, и мой прадед, отец моего деда, вышел набрать воды, и какой-то украинец увидел, что, смотри, евреи там живут. И пошел, доложил в штаб. Немцев пришли и расстреляли. И дед пришел с войны, и родителей нет. Такая вот история. Дед пришел с войны, ему было 23. 24 лет. Вот. Посоветую классных рэперов. Джон Уэйн. Сейчас напишу, потому что, блядь, ты не правильно введешь. Невера в Денис. Перел. Бодя, реал лайф. Невера в Денис. Привет. Вот вам, Джон Уэйн. Слушайте все Джон Уэйн. Рэп-эльбом 2. Охуенный белый рэп. Мама всегда сказала, что я никогда не слышал. Мой головой в прошлом, мои ноги в будущем. Охуенный. Здорово. Блин, да, я бы тоже заехал в Минск. Желательно опять куда-нибудь в ту же квартиру, где было. Отличная была хата, отличный был квартирник. Вот. Я, кстати, вот, я недавно смотрел, ребята, Минчане, Беларусь. Я смотрел, как Лукашенко рассказывает, в общем, ведет флоу, ведет базар за фальшивый хэмси, как говорится. В беде, кто не смотрел в ютубе Лукашенко «Не порть вечер». Он там говорит, «Володя, не порть вечер». Он так вот, я много про него слышал и знаю, в принципе, да, что он, по сути, тиран и так далее. Но, когда слушаешь, как он рассказывает, ощущение, что, во-первых, он реально вообще, он вот, ему важно, ему важно, что как со страной, что к чему, он не любит юлить, он вот говорит, как есть вообще, он садится и рассказывает, мне звонит Путин, я говорю, «Привет», и ты понимаешь, что вроде бы это логично, что эти люди с друг другом на «ты», но ты же никогда не видел, в принципе, это всегда же принято на официальном уровне, там, Вадим Владимирович, Александр Григорьевич и вся эта хуйня. Во, а тут просто «Привет, ну я полно, Володь, ну чё, вообще супер, так харизматично, обязательно посмотрите». Аркадия Давидовича, наверное знаю, если ты про Воронежского МС. Боря, красава! Как ты узнал точную цену? Планируешь приезжать в другую страну? Не хотелось бы, не хотелось бы. И столько в Беларуси, там живет ЛСП. Это, наверное, туда же пойдет, в ту же копилку, как и то, что я родился в Тамбове, туда же люди начнут все это складывать. Вот, Эрнест признался, что он не любит Эксимирона, а любит Алас. за 10 сот... А, у нас Мессер добил. Угу. 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 Чё, о чём мы чем-то интересном говорили? Не то, что... А Лукашенко, мы говорим. Так вот, Лукашенко, Лукашенко. Версус будет в сентябре на BPM. А хотите, скажу с кем? Пишите, если хотите, пишите плюсик. Нет, лучше присылай... Нет, нет, не плюсик, присылайте деньги. Короче, я сегодня скажу с кем, но будет в сентябре BPM-баттл на Версус. Не Средо. Средо хочу фиток. Ёбнутый просто фаст, фастфл. Чтобы там... Это пацаны, ну реально, плюсы не нужны, я не скажу с кем. Ну будет, с моей стороны, отвратительный, мягкотелый баттл. Какие-то люди добавляют желание смотреть со мной, меня. Так, ну ты, вы уже, пацаны, потеряли свои шансы, поэтому выбирают Данила Коробкова. С кем я связывался по такому? С ресторатором мы поговорили, когда был прошлый тур. Здорово. Ты что, в торговом центре? Так да, СПБ на связи. Эс, какая станция? Ну сейчас на Пионерской. Ну там Пионерской. Ну я сейчас вот в Гранд Каньоне сижу. А что, что такое Гранд Каньон? Гранд Каньон, ну торговый центр один из таких. Я думаю, уже как развлекуха какая-то, знаешь, там как есть Маза Парк и Гранд Каньон. А, не, ну это как торговый центр, знаешь, как вот галерея, допустим, в Питере есть, типа, ну знаешь, наверное, логично. Вот, сейчас тут сижу. Ты сам питерский мэн, да? Да, да, я с Питера. Ты родился в СПБ? Да, коренной. Тебе 21 год? Нет, не угадал, меньше. Давай, смотри, я тебе диапазон дам, смотри, от 16 до 20. 19. 18, скоро будет, 22 августа. Ты, уже на первом курсе. Ну, да, я вот поступил только что. Да? Давайте, слышите, поаплодируем. Спасибо, спасибо. Данилу, да? Да, да. На кого поступил? Слушай, ну, менеджмент, международный бизнес. Окей, то есть, в принципе, ты думаешь, ты думаешь, что тебя там научат? Ты хочешь заниматься бизнесом? Или ты хочешь именно, тебе интересно аналитика в бизнесе? Или самому ворочить, создал, поставил стенд, какой-то, шарой. Открыл шаревную? Что там, в тренде? Да нет, слушай, я именно, хочу именно, как, открыть свое что-то. То есть, мне именно вот этого хочу от чего-то так отталкиваться. Слушай, я это... Подожди, подожди, я же первый раз тут, как бы, с тобой, я хочу поздороваться со всеми. Всем привет, ребята, все бы, откуда вы ни были. Давно, кстати, я хотел попасть, реально. Интересно было с тобой пообщаться. Да, да. Так у тебя есть примерно идеи какого-то стартапа, или ты не хочешь пока раскрывать тайны? Слушай, стартап, это... Надо смотреть тебе на тот год, когда это, как бы, будет. Именно, когда я отучусь. Потому что надо смотреть на то, что актуально будет тогда. О, Мага, привет. Мои ребята заходят. Ребята, это только на время, он сейчас исчезнет. Мага... Конечно, конечно. Я и без Б. А ты че, как на баттлы еще собираешься вообще? Да, в сентябре будет, в сентябре будет версус BPM. О, жестко, жестко, хорошо. Ну, просто вот на слове... Хотим попробовать, с Димастой... О, проболтался, сказал, я буду баттлить. Опа, 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 пошли, дэнки, мувики, пруфы. Нет, это шутка. Ладно, ладно. Ладно, мэн, удачно тебе посеять в каньоне, смотри, хорошего вечера. Рад был увидеться. Да-да. Блять. Удалить. Ой, я удалил. Я надеюсь, я его не вообще удалил. Мага, все, кончился твой братан, сейчас придется выслушивать обычную хуйню, которая здесь бывает. Ты даже не представляешь, насколько она скучная. Ты готов? Смотри. Так, мы продолжаем наш прямой эфир. Значит, сегодня мы рассматриваем такая вещь, как различные меры длины в различных странах. И, если вы не знали, то в Северной Индонезии принята такая мера длины, как курночка, госкалаблю, бинго. Так, наконец-то этот дебил ушел. Слышь, ты как, Данил, в будущем откроет бизнес, в котором ты будешь работать уборщиком, за такие слова. Даже если это и будет бизнес уборщиков, ты будешь там худшим уборщиком. Мага будет над тобой начальствовать. Мага, как тебе творчество антимоса? Я не слышу. Покидайте мне. Ксения Арк. Или ты Ксения Эркей. Или ты Ксений? Арк. Насчет спорткара Гамбина, ты посмотри, да ёптель котик звонит. Сережа, я в эфире, я вынимаешь, это шоу-бизнес, Сережа. Короче, Сереж, короче, я тебе перезвоню, но я вообще не планировал сегодня с собой выдвигаться, но может и выдвигаться, ты же, блядь, Сережа. Значит, про спорткар Гамбина, собственно, посмотри клип Чадлеж и Гамбина, один из самых просматриваемых, кроме ДСС Америка, это Sweatpants, и там есть строчка, собственно, в песне Эмма, что-то там, моя тачка, врум, врум, потом говорит, что моя тачка, я не помню, ну, блядь, марки, потому что я не разбираюсь в тачке, но он говорит, моя тачка не производит шум, потому что это вроде как электрокар, электрокар не произносит шума. Вот, поэтому тихий будто спорткар Гамбина, собственно, такая вот тема. Все, Мага уходит, ну, ребята, ну, никто и не ожидал, что Мага задержится здесь, давай, удачи, Мага, давай. Арк, а что Арк? Может быть, ты думал, что Арк это акула, но акула-то это Шарк? Тесла, по-моему, у него не Тесла, по-моему, у него что-то другое. Это да, Джонни Бой, Джонни Бой, да. Слушайте, ребята, Джонни Бой, слушайте. Это не квартирник, во-первых, во-вторых, Леха, знаешь, не маленький, не хочет идти, мне такие там не нужные, кислоеблые. Неверов, Денис, ты же не из Воронежа, если ты из Воронежа 10 августа, приходи 10 августа в баре, нигерис, стихи и стендап, летняя, легкая, экспериментальная вещь. Салюта томских копов, еее, еее, блин, пацаны, вы успели походить в белой форме или нет? Какая красивая белая форма, когда вот эти вот пацаны, которые с войны, короче, ёбаные, как же его зовут, Верзилов и, ёбаные, не ёбаные, Верзилов и его Чика выбежали в форме копов, это была, конечно, не очень красивая акция, мне она не очень понравилась, но как они, блядь, смотрятся, они просто как в мультике, он на ноги, этот Верзилов в этой белой, белоснежной, прекраснейшей форме коповской, я потом, когда ещё просто видел копов около метро в этой белой форме, думал, ебать, как красиво, но вроде как сейчас её обратно отняли, потому что я недавно общался с женщиной-минтом, как я назвал её, Баба Коп, а как вам, это почти отсылка на комикс, с Баба Копом, вот, и она сказала, что отняли эту форму обратно, что по цене за вход, успей купить за 300, потом будут очень дорогие. Акунин или Набоков, я мечтал Акунина, слушай, да и вряд ли из каких-то двух вариантов я выберу не Набокова. Бодя, ты что-то разошёлся, один раз смешно, два раза уже харассмент, мэнсплейнинг, можно тоже это в тайм-коды, про харассмент и мэнсплейнинг, для просмотра. Да я не в Омске видел у метро, а в Питере, я имею ввиду, что вы, пацаны, копы, вы успели в белом походить? Давайте попробуем, давайте каких-нибудь ещё людей. Боковая бесконечность, сайт Этернити, Капесса, е. Так, здорово. Ты, похоже, откуда-то из Урала. Нет. А откуда? Воронеж. Воронеж? Воронеж, Воронеж. А чё так темно? А почему? Вот, вот это по-нашему. Сайт Этернити, боковая бесконечность, почему, мэн? Или сайт Этернити, как бы на территории бесконечности? Территория бесконечности. Территория бесконечности. А почему-то она не сайт Офэтернити, чтобы короче было. Ну, так захотел. Или ты просто в гугл-переводчики вбил и такой подумал? О, если я вставил два слова по-русски и перевёл их, то, значит, на ней как бы сойдёт. Нет, Дима, ты не прав. Нет? Ты шаришь на английский? За предлоги слыхал. Ну, ладно, тогда прощаем тебя. Потому что я помню, у меня был друг, ну, он у меня есть, Артём, и он как-то, у него в любимых цитатах стояла фраза All on light signs без знаков припинания. Я думал долгое время, что это цитата какой-нибудь брит-поп-группы, там, типа Уайзис, которые просто поютки и слова. А потом оказалось, что он взял в Билл Гуглу переводчик фразу «Всё на свете, знаки». И он как бы вставил All on light signs. Супер. Ты скажи мне, дружище, как тебя зовут, что делаешь, учишься или работаешь? Охуенный фон, кстати. Спасибо. Я, ну, короче, поступил. Тоже поступил? О, у нас сегодня еще нет поступивших. Поаплодируем. Как зовут? Влад. Влад. Влад поступил. Не каждый Влад поступает. Ну. Куда? Не очень. Не услышал, куда поступил. Плохая история с поступлением, короче. Плохая? Да, поступил в Листехнический на среднепрофессиональное образование, потому что я тупица не сдал один экзамен. Блин, мэн, ну, у тебя, видимо, просто протекции нет. Знаешь, сколько тупиц сдают вообще. Не наговаривай, и к тому же, в принципе, все профессии нужны. Что, тебе вообще охота там поучиться? Да, блин, почему нет? Ну вот, мало ли. Может, там в Листехе тоже интересные чуваки бывают вообще. Я, когда играл в КВН, я видел команду из Листеха. Нормальные ребята, так что все будет заебись. Только я не очень понимаю, это ЛГТА или что это, как это называется? Да, этот, ЛТИ. А, ЛТИ. Это другое, да? А, тогда не знаю, из ЛТИ не слыхал. Но ничего, мэн. Кстати, у меня осталось полминуты, поэтому давай, мужик, удачно тебе учиться, я буду прощаться с дорогими подписчиками. Вот и все. Последок для тайм-кода Трамп, Мстители, ИГРАНТИ.